Всем привет! Значит, что хотела еще сказать, что мы живем в данный момент где-то в часы езды от Нью-Йорка. Ну, по здешним меркам это недалеко. Но для нас как-то еще непривычно, конечно, мы не так часто ездим в Нью-Йорк, особенно на машине, мы добираемся поездом. Поезд 10 долларов в одну сторону, мы ездим так. Но вот, чтобы показать, в какой мы местности живем, для сравнения с теми городами, которые ближе к Нью-Йорку находятся, то здесь дома дорогие достаточно, потому что здесь спокойная арея, здесь мало афроамериканского населения, здесь не происходят никакие ни грабежи, ни убийства, ну почти не происходят, они есть везде и всегда. Но здесь жизнь тихая и спокойная, и потому здесь дома, участки, все очень дорого. Ну вот, например, для примера, это все в нашей эре находятся вот эти дома. Вот домик, 2,5 миллиона, ну это дворцы, конечно, за такие цены. Вот еще один, 1,8 миллиона в долларах, конечно. Этот 1,150 миллиона, но в рент, вот они пишут, что могут в месяц давать за 5500, 5500 в месяц арендовать этот домик. Дальше, вот еще один, за 1,039 миллиона. Вот какой-то маленький, где-то так в лесочке, дешевенький, за 425. Новую цену здесь выставили, наверное, она была раньше побольше, теперь ее чуть-чуть сняли. Вот такой еще красавец есть. Вот такой 899 тысяч. Есть дома, которые продаются от владельца, есть дома, которые продает уже банк. Нужно узнавать, в чем разница, конечно, этих домов. Мы еще не интересовались, потому что мы пока не интересуемся домами. Дом не входит в наши планы, разве что квартира какая-то. Будем смотреть квартиру. Может, в скором будущем. Вот тоже, смотрите, домик сверху. 1,8 миллиона, 1,6 миллиона. Это Нью-Джерси. Говорю, что час езды до Нью-Йорка. Конечно, красота неимоверная. Но и содержать такой дом, поверьте мне, дорого. Это нужно быть, я не знаю кем, лоерами, судьями. 899 вот такой. Тоже 889, 850. Вот такой поменьше, 559 тысяч. Вот такие, просто так, заради интереса. Может, кто-то просто хочет знать, почему здесь недвижимость. Ну, конечно, можно найти подороже, но можно найти подешевле. Это нужно искать. Кому нужно, тот ищет. В разных городишках с разными ценами. Вот написано, for sale. 3 миллиона 650. Но это магнаты такие могут покупать. Вот подешевле. 639 тысяч. 475 тысяч. Ну, может, оно того и стоит, потому что местность хорошая. Зеленые, вокруг леса. Спокойствие. И достаток. Здесь, в таких домах, вот маленький домик совсем, под контрактом. Значит, банк продает 234 тысячи. Это 345 тоже под контрактом. Так что, и эти все дома не обязательно выставляют тебе всю сумму. Если ты имеешь счет в банке, хоть какой банк тебе дает, конечно же, как, суду, дает тебе деньги, чтобы ты могла выплачивать. Банк тебе будет выплачивать квартиру, комнату, дом. А ты будешь платить банку по чуть-чуть. Такие контракты заключаются на 30 лет, на 40, на 50. Смотря у кого какая зарплата. Но на улице никто не живет. В нашей этой местности я нигде не видела бомжей. Бомжей здесь нет. Вот пришла парочка в эту машинку. Не хочу их снимать. Так что, вот такие дела. Бомжи есть в Нью-Йорке. Бомжи есть в Нью-Арке. Столица темнокожих людей. Там есть бомжи. Здесь в этой эре бомжов нет. Я не видела, по крайней мере. Вот такие дела, малята. Да, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!